Здравствуйте, с вами Блог. Ничего святого с Сергеем Паярковым, я тут художник, который может обидеть каждого. Вы охренеете сейчас на ровном месте, потому что Зеленский сказал, что он готов оказывать бедным палестинцам гуманитарную помощь. То есть он говорит, изначально мы, конечно, поддерживали Израиль, потому что вот они боролись там с терроризмом, на них напали, но сегодня, говорит, страдает палестинский бедный народ, и мы готовы им помогать гуманитарную помощь. То есть вот наш Тухес раздваивается, мы сидим сразу на стуе помощи, как бы сотрудничества с Израилем, и мы в то же время, как говорит Зеленский, ну, за палестинцев душа болит, готовы им гуманитарно помогать. Логично спросить, а что там несчастные жители Белгорода? Ну, там этого Шибекина, там Теткина, может, как бы, их приравнять к палестинцам? Ну, как-то гуманитарно поддержать, что ли? Ну, если уже палестинских террористов, которые де-факто правят в секторе газа. То есть там управляет Хамас. Любая гуманитарная помощь, которая попадает в сектор газа, она идет в руки Хамасу. То есть на гуманитарной помощи, которую выдавали этому сектору газа, который уничтожил всю экономику, которую им подарил Израиль. То есть они снесли все теплицы, заводы, фабрики, которые давали валовый продукт, вырабатывали. Они сказали, мы не будем работать, сказали палестинцы, ну, под руководством Хамаса. Мы на гуманитарную помощь будем рыть в тоннели, покупать оружие и воевать с Израилем. Резать, насиловать, убивать. Вы нам гуманитарную помощь, а мы убивать израильтян. Теперь Зеленский говорит, ну, мы, конечно, как бы с Израилем, как бы, ссориться не хотим, но мы хотим вот сразу, как бы, как бы подыграть вот и в те, и в те ворота одновременно. Так не делается, потому что, ну, сектор газа, это фактически анклав террористов. Того же Ирана, ну, и там аж колосится до горизонта, желающих поддержать террористов. То есть сектор газа, это фактически ЛНР, ДНР. Гуманитарную помощь ЛНР, ДНР я понимаю, когда оказывает Россия. Ну, нам зачем? Ну, вот серьезно. Я понимаю, что какое-то время там выплачивали пенсии украинские, и пенсионеры ЛНР, ДНР получали две пенсии. Кстати, были очень счастливы. Поскольку их 8 лет бомбили так, что за 8 лет в Донецке не был разрушен ни один дом, там по одной остановке попали свои же, они там пятнашка с чеченцами, то ли с какими-то там осетинами, то ли еще с кем-то, они там что-то не поделили, друг по другу зарядили, не туда попали. Это, собственно, главное разрушение и единственное за 8 лет непосредственно в городе Донецк. Ну, аэропорт, он чуть-чуть за городом. Вот, а гуманитарная-то помощь палестинцам с какого бодуна? Я понимаю, что есть вот эти вот мировые бессмысленные институты, которые выродились давно, типа ООН, которая не знает вообще, куда себя девать и к чему себя применить, потому что, ну, согласитесь, что когда страна-террорист Россия наносит вето, чтобы не осуждать саму себя, это, мягко говоря, неэффективная организация. Ну, как бы она слегка не работает от слова «нихренища» она не работает. И вот Зеленский, великий дипломат, понимаете, он тут с глобальным югом ухитрился посраться, с союзниками постоянно ругается, говорит, плохие, говорит, весь мир виноват. Вот Зеля все провтыкал, а весь мир у него виноват. Говорит, мало нам дают гуманитарной помощи, потому что Зеленский же духовный брат хамасовцев. Потому что хамасовцы, вот эти лидеры Хамаса, они же ведут себя один в один, как Зеленский и его 5-6 эффективных менеджеров. Я же своих менеджеров в Хамас на стажировку посылал, ну, чтобы вы поняли, это же они у них научились, да, тырить гуманитар. И все хамячит чисто себе. Друзья мои, был такой прекрасный со всех сторон, кстати, даже лауреат Нобелевской премии, Ясир Арафат. Он на гуманитарке, нахрен начал себе 3 или 4, у него миллиарда долларов денег, у него дочка живет в Лондоне, у него там целая улица выкуплена в Лондоне, все на гуманитарочке. Вот мало им гуманитарки, то есть дочка Арафата, кроме Нобелевской премии, еще имеет миллиарды долларов. Квартал сдает в аренду ее собственность, купается в роскоши частные самолеты. Это все на гуманитарочке. Лидеры Хамаса, поскольку видят, что, ну, дураков, которые используют это в своих политических интересах, вот эти вот шкурнячках, потому что ООН погряз в шкурняках. Кстати, тоже BBC, если вам интересно, загуглите, проводила несколько расследований по поводу бездеятельности, коррупции и абсолютной некомпетенции целых секторов, которые гужуются при ООН. То есть у них целые департаменты являются профессиональными дармоедами. Они вступают в коррупционные связи с диктаторскими режимами. Они транжирят гуманитарку, там есть куча серых, абсолютно черных и отвратительных схем по захомячиванию вот этого огромного бюджета. Организация Объединенных Наций – это фактически большой такой дармоед, похожий на Лигу Наций, которая благополучно сдохла после того, как оттуда, ну, собственно, ушел Советский Союз, Гитлер, Муссолини и все остальные, тогда стало понятно, что Лига Наций сдохла, сделали ООН, но ООН тоже, мне кажется, долго не проживет. И тут возникает как бы у вас тоже вопрос, да, кто кого переживет? ООН Зеленского или Зеленский ООН? Вопрос риторический. Поживем-увидим. Но гениальная идея помогать палестинцам… Вот, знаете, я, вот, кстати, все антисемитские комментарии, если вы заметили, которые у меня появляются, вот люди пишут, я их принципиально удаляю. Вот все намеки на национальность Зеленского, там, Порошенко и так далее, то есть любой запах антисемитизма, я все комментарии убираю. Простите, может, могу где-то недосмотреть, иногда бывает, вот мне попался антисемитский комментарий, я тут же в банк, чертовой матери. Поэтому ненациональность определяет сущность человека. А его характер, образование, степень развития. Потому что человек развитый, человек умный, он, ну, по определению понимает, что если у тебя есть мозг, можно прекрасно, честно заработать много денег, просто надо развивать свои мозги. Если ты суперспециалист в своей области, если ты имеешь знания, которые в прикладном понимании можно и нужно применять в жизни, тебе не надо хомячить. Я знаю огромное количество людей, которые миллионы долларов заработали своим профессионализмом. То есть это певцы, художники, спортсмены, банкиры, инвестиционные брокеры, это айтишники. У меня вот вокруг, вот вокруг меня практически 90% людей не имели отношения к разворовыванию бюджета. Они не чиновники. Ну, может быть, 85% — не суть вопроса. Но Зеленский как раз сегодня и его 5-6 эффективных менеджеров, которые прошли на курсы повышения квалификации имени Ясера Арафата, вот они-то как раз зарабатывают абсолютно другим способом. И поэтому вот эта вот хитрозадость квартального мальчика, его идиотская поддержка палестинских террористов, потому что любая гуманитарная помощь, что донецких террористов, что палестинских террористов, любых террористов, она никогда не становится гуманитарной. Она всегда помогает террористам в первую очередь. Не понимать этого, ну, просто себя не уважать, но это же не про нашего мальчика Вовочку и его 5-6 дефективных менеджеров. Поэтому напишите, что вы думаете по этому поводу. Не забудьте подписаться на мой канал, лайки, комментарии, репосты. А победа, друзья, будет за нами, потому что за каждым из нас персонально не зажавеет.